Огромное спасибо Кашторге Константиновне за то, что территория нас принимает, но вот эта территория была не исключаем. В Москве в том месте 11,5 миллионов туристов посетило за 2015 год. Полтора миллиона из них посетила серверный фасад. Поэтому это территория, которая динамично развивается и которая готова принимать туристов, которая индустрия, степриимства, а вы, наверное, проехали по городу, видели, что много объектов красивые, на очень высоком уровне. Конечно, это в первую очередь Троица, Сергиево-Лавра, но еще и большое количество объектов, которые на разные виды туризма, в том числе и этнографический туризм, это парк-кочевник, и гастрономический туризм, большое количество кафе, ресторанов, на разные уровни туристов, на разные доходы. Но серверный фасад – это территория уникальная. Московская область, как показалось в 2015 год, тоже территория уникальная в целом. Я хочу поблагодарить всех присутствующих здесь в зале, кто с нами активно работал в 2015 году, потому что на самом деле Московский область можно назвать прорыв года в туризме. Потому что мы начали заниматься совсем недавно туризмом, в 2015 году только начали думать, как заниматься, в 2016 год у нас был более активный период. И вы знаете, когда на форуме Питерска в Московской области вручили диплом, мы уже не в топ-10, в самой динамичной, развивающейся территории области туризма, ко мне потом подходили коллеги-министры с вопросом, а как вы смогли за год, за год занимаясь туризмом вообще до этого, войти в топ-10 территорий. Знаете, у меня такая задумчивость, конечно, возникла при этом вопросе, потому что как людям объяснить, что Московская область – это территория, где собрались горящие своим делом люди, которые хотели что-то изменить. Вот так сошлось, понимаете. И за один год сошлись интересы центральной пассажирской пригородной компании и Министерства культуры. Вот подписали соглашение, позже реализовали проекты туристических экспрессов. Вот сегодня открыли первую стойку туристический синий формат с дорожной картой, как добраться, куда добраться, на вокзале Сергея Масакова. Причем это важно как для жителей, так и для гостей, поскольку это не только на русском английском, что уже стало стандартным, но еще и на китайском языке. Часто ВПК будет ставить столько таких стойок в Московской области. Запустили первый экспресс в Холомбург, народу насколько понравилось, что стали запускать следующие экспрессы и в Сергееве Масакова, и в Ульску. Запустили метод культуры, это как военная часть направления. Только подписали соглашение с компанией «Анкор», лучше начались проекты, предложения. То есть проект есть спрос, есть предложения. На самом деле, если хочешь, ты можешь всего добиться. И мне очень радостно, что мы здесь в том взау, людей, которые, я очень надеюсь, что они хотят. Действительно хотят, потому что мы регион, который заслуживает того, чтобы там ехать. И наше свое положение, как транситовый регион, это неправильное положение. Да, у нас должны быть жигиадальные пошли. Да, мы всегда поедут через Чехо, в Яшных полях. Но, тем не менее, мы должны быть регионам, которые приезжают, которые нужно ехать. Пусть сначала это будет в Собидне. Пусть это будет пятница, воскресенье. Надо получать идеи к тому, что Московская область это регион, который заслуживает, чтобы сюда приехать на неделю. Вообще у нас есть все. У нас нет только океана. То есть, наверное, я так поняла уже по этому году, что мы ему выкупали. И океан у нас будет и круизы, и океанические у нас с вами были. Но на самом деле, самое главное, это, конечно, человеческий фактор. Поскольку на каждой территории мы познакомились с людьми, которые любят свой регион, любят свой край. И каждое маленькое мероприятие, каким бы маленьким оно ни казалось, маленький квест, который проходит в городе, когда люди ходят по городу, узнают свою историю, небольшая выставка, небольшая экскурсия, ну, на какой-то маршруту. Пусть этот маршрут идет между двумя объектами, которые на территории одного города. Вот эта каждая капелька в течение 2016 года, она сложилась в такую реку, которая прорвала вот эту плотину. То, что о Московской области заговорили на федеральном, на международном уровне, мы стали интересны. И это самое главное наше достижение, это то, чего мы добивались и вместе с вами достигли. Но это только начало пути.